Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях молодежный парламент Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Евгений, Никита. Очень рада видеть вас в нашей студии. Следим активно и очень внимательно за вашей бурной деятельностью. После обновления состава молодежного парламента работы у вас, мне кажется, на мой личный взгляд, прибавилось. Евгений. Ну, если подвести итоги предыдущего состава, то можно сказать то, что мы, к сожалению, наверное, попали вот в такой период, когда у нас произошло преобразование нашего муниципального района в городской округ. И суть в чем? В том, что Московской областной думой в законе утверждено то, что у нас действует по всей Московской области единый день голосования, когда избираются все муниципальные парламенты. И так получилось, что мы избрались на два года, и в связи с преобразованием городского округа через полгода нам пришлось опять переизбираться. Да, и мы вот попали в такую цепочку. Получается, у нас сейчас опять перевыборы будут в этом году, в ноябре месяце. Поэтому, в принципе, у нас работа не прекращается, и мы как бы функционируем в любом случае. Ну, Костяков, в общем-то, парламента, он ведь остался? Да, есть люди те, которые проходят опять, но есть люди, которые уже как бы... У кого-то там бывает такое, что пропадает интерес по определенным причинам, он понимает, что общественно-политическая деятельность – это не его. Есть люди, которые там трудоустраиваются, есть люди, которые получили опыт, понимают, что это все им, да, и там где-то им поступает какое-то предложение. Но в любом случае, Жень, ты ведь абсолютно независима от того, какая ситуация, все те цели и задачи, которые ты как руководитель ставишь перед своей командой, они ведь реализуются? Конечно. Ну, и все равно не все. Есть там вещи, на которые мы, я скажу честно, там с большой высоты смотрим. То есть, там есть проекты, там создание рекреационной зоны, там парков. Не всегда это возможно реализовать. Есть, конечно, у нас опыт такой, да, по реализации еще там в 2016 году, но это долгое время длилось, это не один год, это нужно целый процесс проекта, возможно, там поиск инвесторов, да, предоставление, это все презентация, чтобы это включили в бюджет, получить там какую-то дополнительную субсидию и так далее. То есть, это очень сложный процесс, здесь, наверное, мы уже в чем-то бессильны, здесь мы только можем предоставить что-то администрации или там правительства и получить от этого поддержку. А так, в целом, да, у нас проходит, но сейчас у нас выстраивается такая система, что мы очень сильно зависим еще от Московской областной думы. Все муниципальные парламенты формируются, то есть, региональный парламент при Московской областной думе формируется из муниципальных председателей. То есть, каждый муниципалитет делегирует, совет депутатов делегирует председателя Московской областной думы. И вот формируется состав, который сбирает там свои руководящие органы. И региональный парламент контролирует муниципальные и как бы пытается всю эту систему развивать. Поэтому у нас есть определенная отчетность, определенные задачи, которые мы выполняем и обязаны выполнять, отчитываясь в наш регион. То есть, это, что касается законотворчества, мы должны, первый месяц мы придумываем идею нашего, пусть это будет законопроект или местный нормативно-правовой акт, мы отправляем с кратким описанием. А второй месяц мы отправляем уже готовый законопроект. Если это региональное или федеральное значение, то это пояснительная записка, проект закона, финансово-экономическое обоснование, перечень изменяемых законов. То есть, полностью перечень документов. То есть, все по-настоящему. Да. Если это местный уровень, то это нормативно-правовый акт в виде того же самого решения Совета депутатов, как на местном уровне мы при Совете депутатов. Также активность. Мы должны реализовать собственное одно мероприятие. Мероприятие совместно с некоммерческой организацией. Обязательно должны присутствовать как гости или как почетные где-то на каком-то мероприятии, организованном органами власти. У нас есть отдельный отчет по средствам массовой информации, где мы должны вести определенные соцсети, появляться на телеканалах, вести свои рубрики определенные. То есть, здесь такая, перечень, перечень такой немаленький. Также мы обязаны взаимодействовать как с муниципальными депутатами, региональными, так и федеральным значением. То есть, мы должны как минимум с каждым депутатом в каждом уровне провести совместный прием граждан. Если там что-то касается молодежной политики, то мы тоже включаемся в работу. То есть, это региональные депутаты Дмитрий Аркадьевич Голубков и Лариса Евгеньевна Лазутина и Оксана Викторовна Пушкина. Ну и муниципальные депутаты у нас их 39, так как один депутат у нас вышел. У нас 39 депутатов, поэтому стараемся как-то вот, чтобы к ним включаться тоже в работу. Потому что перечень работы наших муниципальных депутатов немаленькая. Там они как бы все на безвозмездной основе почти, поэтому тоже у них им трудно и нужно помогать, поддерживать. Сейчас будем больше стараться. У нас сейчас контакт с советом депутатов стал намного больше. И я надеюсь, что сейчас будет намного продуктивнее все. Никита, расскажи, какой отдел возглавляешь именно ты и насколько стало интереснее работать? Я возглавляю отдел местного самоуправления, но я присутствовал в молодежном парламенте при первом созыве. И по причине учебы пришлось, переезды в Москву, далеко от Одинцовского городского обрага, пришлось... Оставить эту деятельность? Оставить эту деятельность, да. И вернулся только совсем недавно. Возглавил отдел по местному самоуправлению. И вижу прошедшие результаты по молодежному парламенту. Но меняется все-таки возможность членов молодежного парламента? Их стало больше? Да, возможностей стало больше. Более того, стало больше членов молодежного парламента, то есть больше молодежи. Ну, к вам присоединился звенили теперь еще, да? Да. Да, да, все верно. То есть поле расширяется деятельности? Конечно, поле деятельности расширяется. Мы почувствовали возможность что-то поменять в городе, что-то улучшить, что-то добавить. Вы чувствуете, что вас слышат? Конечно. Слышат именно муниципальная власть, региональная, если говорить об Евгении, который имеет выход и на региональный уровень. Федеральный тоже слышат. Да, федеральный. Конечно, конечно. Мы общаемся с представителями власти, с администрацией, с МВД. То есть, нас слышат, нас хотят услышать и нам дают действовать. Вот что очень важно. Вот это самое главное. Я смотрю, активно вы сейчас присутствуете на Советах депутатов. Недавно проходила пресс-конференция в управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу. И вы тоже там были, и более того, даже вышли со своей инициативой. Жень, расскажи более подробно. Да, вот как раз-таки Никитин отдел занимается по местному самоуправлению. Это сотрудничество как бы в основном со всеми организациями. Это как и государственные, так и подведомственные организации, так и коммерческие и некоммерческие. Туда и входит и Госадомтехнадзор, и МВД, и ГИБДД, где они там проводят совместные мероприятия. Вот как раз не так давно была пресс-конференция в МВД нашего Одинцовского округа. Суть того, что мы стараемся, чтобы какое-то то или иное мероприятие или какая-то активность, от нее был некий выхлоп. Соответственно, пресс-конференция, пообщались по определенным, по мошенникам и так далее. Зародился некий законопроект по поводу того, что мы будем выходить с инициативой об отмене шуточных денежных средств. То есть, сейчас есть банки, типа банки приколов делают, где там вроде бы выглядит так же купюра, как подлинная. Там тысяча рублей, пять тысяч рублей, сто, двести рублей. Но внизу мелким шрифтом написано, что бланк приколов. С одной стороны, как-то инициатива может быть и с виду какая-то сырая, но что касается нашего взрослого поколения, наших ветеранов, когда к ним приходят и говорят, к примеру, вот давайте там, мы оттуда-то с пенсионного фонда или там с банка, тут как раз разменять надо, вот пенсию дайте разменные, и дают эти. Они, естественно, не понимают, многие не знают, они не будут вглядываться, зрение, психология у них другая. Поэтому это очень все негативно влияет и образовываются мошенники, которые обманывают. И мы выйдем с инициативой, чтобы, естественно, если какие-то хотят денежные средства делать, то без использования российских, там, герба того же самого, да, там, сто рублей, пусть там сто пиков каких-нибудь будет, или что-то такое, да, вот как в некоторых детских центрах делают. Поэтому, в принципе, эта инициатива актуальна. Мы вот как раз вот сейчас вот по итогам пресс-конференции вот такая идея созрела. Вот будем реализовывать. Также, что касается законопроектов, мы уже не какой год прорабатываем, у нас есть волонтеры. Это очень сложная инициатива, она на местном уровне, мы пытаемся доработать ее, потому что очень сложно, там, и бюджетный кодекс затрагивает. Мы хотим сделать для добровольцев, для наших волонтеров, помимо того, что у них есть волонтерская книжка, которая там в некоторых вузах добавляет от 2 до 10 баллов к ЕГЭ, мы хотим им сделать социальные льготные муниципальные услуги, для того, чтобы волонтеры по итогу своей деятельности, то есть, они ведут деятельность, у них деятельность ведется не только по мероприятиям, но и по часам. То есть, рассчитывать, самое актуальное, это по их часам. То есть, одно мероприятие может отработать 20 минут, а второе там 4 часа. И суммарно, если воссоединить эти часы, да, и там в месяц определенное количество часов будет давать определенные баллы, на которые они смогут воспользоваться муниципальными услугами. Те же там услуги бань, бассейнов, там даже, возможно, тренажерных залов, какого-то другого спорта или услуги ателье, парикмахерские и так далее. То есть, это актуально реально для молодежи. А молодежь волонтеров у нас в основном от где-то 14 до 18 лет, да. То есть, когда волонтеры заканчивают свое учебное заведение, то они в основном уходят. Это вот меняется, меняется, меняется. Очень мало молодежи, которая такого более взрослого возраста, и она занимается именно такой волонтерской деятельностью. А что касается других отделов, у нас, если сравнивать нашу деятельность, которая была до этого и сейчас, то мы немножко ее переделали. То есть, у нас было там 7 комитетов, большая структура, но все равно, даже с учетом того, что у нас сейчас состав расширился, у нас стало 40 мандатов и плюс консультанты, все равно нехватка, то есть, народу. Поэтому мы решили преобразовать комитеты в отделы и создали непосредственно три отдела, которые наиболее важны для нашего молодежного парламента. Это отдел по местному самоуправлению, который возглавляет Никита, отдел по правовой деятельности и отдел по организационной работе. Вот что касается правовой деятельности, как я вам сказал, это законопроекты, это нормативно-правовые акты местного значения. Что касается местного самоуправления, мы так чуть-чуть поняли образно. И орг-работа – это, в принципе, мы организовываем мероприятия, проекты, то есть, мы стараемся уходить подальше от мероприятий нашей организации, множество мероприятий, так как мы не являемся ивент-агентством, но все равно мы стараемся оставаться на уровне и делать что-то максимально полезное. То есть, если какое-то там провести мелкое мероприятие, в которое мы вложим собственные средства, будем много времени тратить на тех же самых спонсоров, поддержку партнеров, и оно будет мероприятие ради мероприятия, просто люди пришли, потусовали, забыли, ушли, это неэффективно. То есть, если мы будем делать, если мы продумываем единую систему школьного ученического самоуправления, то она эффективная, то она принесет какой-то результат. Если мы делаем мероприятие в виде того же самого фотоконкурса, но оно уже прижилось в нашем городском округе, оно хорошее, правильное, то есть, тут уже и фотовыставки, и хорошие подарки, призы – это поддержка некого искусства молодежи и возможности им дать какой-то некий стимул, то это эффективно. Поэтому вот у нас сейчас есть перечень проектов и мероприятий, которые мы хотим реализовывать. У нас есть определенные задачи по местному самоуправлению, там же и ГИБДД, мы же тоже с ними сотрудничаем. Возможно ли к вам присоединиться, и что для этого нужно? Да, конечно, мы открыты. Как бы сам молодежный парламент формируется путем выборов, они проходят, вот сейчас будут в ноябре у нас. Но в связи с тем, что в любом случае это общественная деятельность, и тут будет небольшая текучка. Люди приходят, люди уходят, да, с учетом того, что у нас все-таки от 14 лет. И вот именно вот этот школьный возраст, он очень сильно влияет. Может быть, кто-то там влюбился в кого-то, все, это, считай, деятельность ставится. А здесь все-таки политика из нас требует достаточно серьезные задачи реализовывать. И поэтому, если выбывает, у нас есть консультанты, вот может любой сейчас прийти и сказать, я вот хочу быть. Да, мы даем ему перечень документов, которые он должен предоставить, да, там определенные задачи, все, к примеру, он проходит, мы его берем в консультанты. А консультанты – это и есть кадровый резерв в основной состав. И вот когда выбивает член молодежного парламента с основного состава, мы на общем собрании, общим числом, большим числом наших мандатов голосуем за принятие его вместо того человека. То есть, в общем-то, можно попасть до выборов в молодежный парламент. Да, конечно, возможно, да. У нас есть наши социальные сети, номер телефона нашего молодежного парламента, поэтому мы всегда открыты, каждый может прийти, пообщаться. У нас есть свое помещение, свой небольшой офис на маршала Бирюзова, поэтому мы стараемся такую деятельность активно ввести. Сейчас активно вы развиваете такую форму, как дискуссионный клуб. Встречаетесь в первой библиотеке, обсуждаете, выносите на обсуждение очень важные, интересные темы. Возможно ли тоже молодежи поучаствовать в этом процессе? Кого вы приглашаете? Конечно. Проект достаточно интересный. Мы его изначально начинали делать, буквально недавно. Делали мы его в таком закрытом небольшом формате, как тестовую версию. То есть, в основном своих приглашали туда, пробовали, а пойдет, не пойдет, потому что тема тоже, международные отношения там затрагиваются, и федеральные законы. И думали, пойдет это вообще. И как бы это актуально. Да, сейчас мы уже подготавливаем наш такой небольшой пиар-план этого мероприятия. И каждый может прийти, конечно, мы это освещаем в соцсетях. Понятное дело, что наша аудитория на количество молодежи не такая большая, но мы стараемся сейчас это все как-то освещать. Как часто проходит? Каждый четверг в 19.30 мы стараемся его проводить. Предварительно мы делаем анонс. Любой приходит спокойно, без какой-то записи, и может поучаствовать. И дискуссионный клуб у нас в разных форматах. Это и форматы обсуждения, это форматы и дебаты, и какие-то там в виде игровых моментов. Поэтому темы интересные мы в любом случае будем развивать. И хотим в будущем, планируем не просто как бы среди молодежи это делать, но и приглашать достаточно интересных людей из разных отраслей. Пусть это политика или экономика, да, или там предприниматели какие-то. То есть, в зависимости от темы. Для того, чтобы это было эффективно и интересно. Потому что многие из молодежи достаточно настолько активны, что они готовы вступать в дебаты уже с более взрослым поколением, что вызывает такой некий интерес. И все-таки от дискуссионного клуба много пользы. Даже если немного народу собралось, даже если тема не особо такая подходящая, может быть, то человек в любом случае пытается раскрыться. То есть, у него есть возможность развивать свои ораторские качества. У него есть возможность почувствовать себя в комфорте. Там ему не скажут, что он не так говорит или что-то. Он высказывает свою точку зрения. То есть, вот эти все навыки, он может их развивать, отрабатывать, что полезно в любой сфере деятельности. А также одно из самых главных, что он может получить опыт. То есть, у каждого есть своя точка зрения, каждый по-своему начитан. У каждого есть свой, может быть, жизненный опыт. И когда человек его передает публично, то все его принимают. И это и есть эффективность этого проекта. Все-таки, ребята, нужно сказать, что общественная деятельность не оплачивается. Не оплачивается. Вы все делаете на общественных началах. Это ваше желание. Где находите время и на что живете? Потому что, я так понимаю, вот просто вот все, что перечислено даже сейчас, а это лишь малая толика того, что вы делаете, то есть, это все поглощает очень много времени. Да, я отвечу на вопрос. Есть люди, я прямо пару слов скажу, которые… Ну, везде критики есть. Мы всегда готовы к здравой критике. Но наши собрания всегда открыты. Мы, может быть, и не можем донести до людей ту всю деятельность, которую мы выполняем, и ту работу. Да, но у нас есть открытые собрания, у нас есть годовой план работы, который очень большой и очень сложно выполнить, помимо всех отчетностей, которые мы предоставляем. Мы всегда приглашаем на свои собрания открыты, чтобы люди могли увидеть и почувствовать ту деятельность, которую мы ведем. А что касается времени, да, эта деятельность для того, чтобы был результат, тут нужно уделять очень много времени. Поэтому у нас как вот происходит? Тут лично, если брать мое личное время, у меня очень много деятельностей. Я еще внештатный инспектор Госадом технадзора Московской области состою в Общероссийском народном фронте, организации нашего президента. Молодежный парламент, фулансерское движение – это очень большая деятельность. Я стараюсь делать, планировать свое время. У меня есть определенная программа, где я по часам стараюсь расписать все, что мне необходимо сделать. Я спать не лягу, пока не прочитаю, к примеру, последний абзац какой-то научной литературы, которую я должен прочитать сегодня. И я вот стараюсь планировать. И вот во второй половине в основном приезжаю в офис молодежного парламента, бывает до 12 ночи. Вот так вот занимаемся деятельностью. Плюс ко всему ребята, у кого-то есть с утра время, он может приехать. Ну и посредством интернета. Ну что усподли было именно тебя стать общественником? Лично я, я всю жизнь был в спорте, с 13 лет, даже какое-то время был в сборной России, достаточно перспективно все было это. И вот в один момент, к сожалению, как у многих спортсменов, это закончилось. Я не бросил эту деятельность, до сих пор я выступаю, до сих пор я участвую в сборной Московской области, так уже для себя. И вот в один момент, когда эта деятельность закончилась в связи с травмой, так получилось, что мы такие общественные, ну как общественные… Активные, наверное, да? Да, мне всегда активность перла, может быть, это такая заряженная энергия от спорта мне передалась. Но так получилось, что возле моего дома там хотели сделать кладбище, это все мы увидели на кадастровой карте с моим другом и организовали такой регальный санкционированный митинг. И пришли люди, все, ну как бы все это получилось, что ошибка кадастрового инженера, ну я не знаю, как это было, это еще в 2014 году было. Ну и вроде как все, ко мне подошли, совет депутатов, блин, такой активный, молодец, да, такая гражданская позиция у тебя хорошая. Вот молодежный парламент формируется, не хочешь. На тот момент мне было сложно, честно, потому что спорт и политика, они как-то все равно в том возрасте, которым я начинал, были далеки. Но мне стало интересно, я пришел, помню, на первое собрание, тогда еще помню, депутаты присутствовали, я так сидел, смотрел, господи, как же это все сложно. Как они, откуда они идеи берут, думаю, откуда, как они это генерируют все, откуда они решают эти вопросы, это же серьезные вопросы-то многие. И все, и мне так это все затянуло, что вот активно начал этим заниматься, и уже это как наркотик стал некий. Вот, ну всему приходит такое время, да, когда хочется делать шаг вперед, и поэтому, ну в любом случае, надо и давать дорогу уже другим людям, поэтому, скорее всего, вот этот созыв для меня будет заключительным, да, в молодежном парламенте. Я вот сейчас все сгенерирую, все сделаю, и скорее всего уже следующий созыв будет, там, другой перспективный руководитель, а я должен уже делать какие-то шаги вперед. Уже дальше. Никит, а что для тебя общественная деятельность и молодежный парламент? Ну, я рос, учился в Одинцовском районе, и поэтому для меня это как волонтерское движение, да, нас часто путают, мы все-таки не волонтеры, да, мы политики молодые, то есть мы занимаемся вот этой политической деятельностью, но все-таки мы добровольцы, да, мы выполняем задачи, общие задачи, которые мы хотим реализовать. То есть это больше для меня лично это как реализация своих, может быть, амбиций, может быть, я согласен с Евгением, что это вот туда приходят только люди, которые заряжены энергией, которым нужно и хочется что-то делать. Не сидеть, не отиживаться в стороне, а идти вперед. Ребят, спасибо огромное, что нашли в своем плотном графике время, пришли сегодня в нашу студию, я думаю, что нам сегодня удалось зарядить ваши энергии, наших телезрителей, и в самое ближайшее время ряды молодежного парламента пополнятся. Я так понимаю, что все могут примкнуть в качестве консультантов на первом этапе, а там уже как пойдет. Да, все верно, все верно. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok